так окей вот это что здорово котики и снова придушка ютуба подкинула мне контент для вас и снова я слышу какие издатели плохие бездушные корпорации вообще жить вакууме достаточно удобно и давайте оговорюсь сразу это скорее ответ не данному блогеру а всем блогерам который говорит что ты полой умер или у него нет души или вообще нет больше никаких новых идей просто его ролик стал крайней точкой в этом параде беда что слышится из уст якобы правильных игровых блогеров давайте же начнем этот парад кейнджа и вы услышите мое самое правильное мнение из игровой индустрии я прав я прав а ты не права ща пацаны и поссать и начнем я хорошо поссал погнали двух сторон и так мышление большинства разработчиков до определенного времени а давайте разнесем конкурентов нашей новой концепции и взорвем игрока мозг и сегодняшнее мышление трипл индустрии бля кстати может быть я сейчас кого-то обижу я очень сильно извиняюсь за это просто есть такая вещь как устаревание какой-то темы да то есть когда на какую-то тему говорят слишком много и в ней не появляется ничего более интересного и чё такого то есть тема тема она изживает себя и я когда занимаюсь ютубом у меня как правило есть желание сделать какое-то новое видео да и потом уже придумывается тема под это видео я пытаюсь подвести это к тому что когда ты делаешь видео про гнилую трипл а индустрию это самое банальное это 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 дно ебаной бочки вот понятие уже бочка в ней нихуя нет сухо ты подну блять вилкой хуяешь царапая ее вот и когда пытаешься сделать еще одно ебанное видео в интернете про загнивание трипл а индустрии уже лет десять это ебаная тема уж заебывает я не знаю каждый раз то есть там у а xbt у всех подряд я просто когда когда я вижу просто трипл а в названии видео я понимаю то что это переливание из пустого в порожнее я это видео не смотрю меня это просто уже заебало то есть ну да индустрия в жопе ну типа ну да ну ну да ну да ну хуёво все и такой ну и зачем наша игра должна быть рассчитана на определенную демографическую группу должен следовать правилам социальной справедливости не может быть слишком сложно или очень длинный нам нельзя придавать и глубины как геймплейном так и в сюжетном плане так как это займет значительно больше времени в разработке и хочется сказать сразу что все игры которые были сверх концептуальные провалились и вот издатель тут был совершенно ни при чем просто сейчас мы зажрались смотри приведу пример тургор от моих любимых айспи колодж кто-то помнит вообще эту игру а это была самая концептуальная арт-игра своего времени но из-за своего же геймплея она просто провалилась или же другой пример попроще overworld 2007 года чуть менее концептуальная игра но выстрел был хороший кто бы сплэл это прямое вдохновление данжен кипер но так ты дед видосы про свой кал делаешь так же ну кстати да это правда углубленный это правда правда продажи на старте были неплохие но быстро сдулись и издатель тут был опять таки ни при чем глинского фил подтвердит своим последним к листа протокол или вы еще spider-man а назовете концептуальной игрой хотят стойте и в совокупности с геймплеем этот проект и правда заслуживает звание в лучшей игры по человеку пауку вообще жить в вакууме достаточно удобно и с каждым годом чувство того что от больших издательств не стоит ждать как минимум чего-то нормального только усиливается никто не хочет рисковать запускаю новую франшизу там азет воскрес посмотрел видос switch vs steam deck закидывая в дисне и что-то не хочу я по-моему смотрел но мне лень в результате последние несколько лет мы получаем ремейки ремастеры и чаще всего не вопрос если мне не нравятся ни девушки не мальчики это значит что я не могу играть в колду нет и можешь играть в колду мне допустим нравится оружие в колде она охуенная удачные сиквелы кроме того издатели и разработчики не грязнула за достаточно времени созданию своих и в итоге получается что-то вроде фалата 76 бутылфилда 2042 хейла инфинит и многие другие проекты затем у нас есть издатели такие как активижн который упорно придерживаются бизнес плана монетизации также наш дорогой друг блогер почему-то берет проекты изначально заточенные под сервисы удобно приводить в пример юбисофт ну лежащего пинать не так-то уж сложно ведь они и без того погрязли проблемах внутренних конфликтов уже довольно давно непонимание директоров и гейм дизайнеров это норма для юбисофт как раз подтвердит игры игры они хотели делать игры твари бля это кстати да еще один формат то есть попиздить лежачий юбисофт ну не я я сам люблю юбисофт попиздить некоторые на этом карьеру как sonic строят и когда вышла совсем скрит юнити большинство людей ненавидели эту игру будь то сюжет геймплей боевая система или огромное количество баков на релизе но 8 лет спустя мы называем ее шедевром интересно а разве юнити не было изначально шедевром игра была очень хорошо проработана визуально париж был воссоздан практически по кирпичикам да игра была провальной и мы все помним почему потому что предзаказов не было ну и конечно багов зашкаливала но по детальности мира было выше всех похвал вообще жить в вакууме достаточно удобно никогда не стану говорить о том что новая мода offer 2 это один из самых худших 3 пола и аркадных шутеров на рынке на данный момент вот опять же интересное заявление да по многим аспектам она немного хуже по ведущих частей сей но по-другим она лучше и что мы будем смотреть соника блять чел если захочу посмотреть видео от искусственного интеллект я пойду посмотрю реакции хесоса соник я я я смотрю видосы соника только когда я вот лежу или что-то делаю там не знаю я тайминги видосе выставляю и мне нужно что-то на фон посмотреть вообще не слушаю просто чтобы что-то на фоне было я слушаю соника ну потому что блять ну ничего нового я там точно не узнаю что круто infinite words не побоялась добавить и поменять я бы лег на стриме но к сожалению меня нет уже устоявшиеся механики разве ты не про это говоришь видео про то что издатель боится что-то менять в своих конвейерах вообще жить вакууме достаточно удобно я думаю что ни для кого не будет секретом что в наши издатели в основном контролирует творческий процесс с учетом стоимости трипола игр студия нужен капитал издатель контролирует как тратить своих деньги да правильно и что в этом плохого дам тебе очень показательный пример всей игровой индустрии я думаю ты хотя бы слышал о таких мастодонтах тройка games вот вопрос ты знаешь почему она была закрыта и расформирована все просто финансы творчество там было хоть отбавляй сам иногда запускает тот же арканум мои видео также смотришь то в смысле ну да но их провал показал многим студиям что издательство нужно контроль финансов я люблю музыку слушать вакууме достаточно удобно издатель не откажет себе в удовольствие сказать студиям то какими должны быть их игры чтобы заработать больше денег но проблема в том что директива игр изменилась высокого качества инноваций на более-менее приемлемое состояние игры по поводу того что издатель не откажет себе в удовольствии что-то изменить но по большей части разработчика решает делать или нет если это не внутренняя студия самого издателя ну тут уж простите да разработчики имеют слово имеют вес они не просто так подписывают контракты и они их читают если нет но дебил разработчик что я могу сказать вообще жить вакууме достаточно удобно невероятно хорошо иметь у себя под рукой франшизы которые могут минимально отличаться друг от друга из года в год при этом приносить невероятную прибыль сколько издателей до сих пор гоняются за тем чтобы у них была своя карманная пол в нюти да и это хорошо благодаря этому мы видим такие игры как its take 2 и тот же апекс потому что у издательства есть деньги на разработку других более качественных проектов сюжетных или же сервисных тут кому что нравится в этом плане я геймс сложно упрекнуть в растрате средств на говно в отличие от юбисофт блять я не понимаю в чем проблема у людей ну окей давайте я буду рассуждать с точки зрения чела который работает в electronic arts вы все говорите ну фифа говно madden nfl это madden nfl вся эта хуйня это говно который с года в год не меняется но это говно покупают какая вообще разница типа там ну вот фанат футболка покупают фифу но она полное говно но им то нравится хули на хули мы будем их доебывать то есть там фанаты покемонов покупают сломанное уебищное говно на нинтендо свитч продажи больше чем у gta 5 но покупают же но им же нравится да пусть жрут это говно почему это проблема проблема ровно ноль если это продается значит ничего делать не надо поэтому нинтендо не делает свитч 2 или свитч excel или чё-то подобное ну продается же но охуенно ну вот когда когда перестанет продаваться тогда изменим что-нибудь call of duty продается рекорды нахуй ставит ничего менять не надо все охуенно и касательно разговоров про то что триплей индустрия умирает окей я это слышу постоянно триплей индустрия в полной жопе смотрите там battlefield 2042 там чё еще этот fallout 76 да то есть вот такие вот типа жесткие имена то что а да я помню это игра провалилась блять но да мы видим все это действительно с другой стороны чё вот мы 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 вот сейчас сидим да и мы такие нихуя себе в этом месяце resident evil 4 ремейк охуенно жду пиздец до этого насчетом dead space ремейк ну ладно это все ремейки но тем не менее игры то охуенно нам есть что ждать да то есть и многие игры также как ноги оказываются плохими многие оказываются охуенными мы для себя что-то постоянно в этой триплей индустрии открываем да есть плохие тенденции есть хорошие и можно только плохие замечать и постоянно говорить что да и индустрия в полном говне но тем не менее у нас появляются хорошие игры которые мы там играем и вроде как нормально вроде как мы наслаждаемся ими да то есть мы как-то нет такого что вот и там играешь hogwarts legacy и думаешь это ужасно это отвратительно да нет играешь но да сюжет такой себе но блять не везде сюжет охуенный зато игрушка вроде качественно сделан ну да юбисофт дрочильня ну ну и что то есть впринза блять че это за стоп кадр то есть проблема в том что импотенция ну не знаю мне нет как таковой игровой импотенции я я хочу сказать что триплей индустрия она всегда такой будет она будет для нормисов да то есть для людей которым хочется прокачивать персонажа задрачивать карту для людей которым хочется шутерок на вечерок это никогда не изменится вы не вы не сможете повлиять на это банально потому что эти игры заточены на большинство да на массового потребителя если у вас начинается игровая импотенция или импотенция связанная с я не знаю любая импотенция вас начинается это означает что нужно сменить свой подход сменить игры в которые вы играете есть инди охуенные да есть там даблы и жанны есть японские игры пиздаты я вот к ним постоянно возвращаюсь потому что на стимдеке одно удовольствие проходить и у меня большой вопрос типа зачем люди если их уже заебала трипола индустрия продолжает блять в биться носом и говорить насколько она воняет когда есть куча альтернатив к этому я просто не понимаю тут спору нет но вспоминаем пинать трупа вообще жить в вакууме достаточно удобно им удалось обеспечить свое положение на рынке достаточно стабильную норму прибыли и защитить множество объектов интеллектуальной собственности они стали главными хищниками индустрии еще раз повторюсь и что в этом плохого типа хороших игр мало было в двадцать втором году но скажем так у многих этот год прошел не так гладко как того хотелось но даже в этом году сумели выйти качественные проекты как пример элден ринг все же игра года как не кстати да элден ринг охуенная я не беру в расчет инди сегмент там все интереснее под инди я готовлю свой ролик а по поводу что скатились но вот как пример к листа протокол разрабы делали без давления от этих хищников издателей и что по итогу quadruple и проект малех обделался вообще жить вакууме достаточно удобно а под знаменем я вышел вполне неплохой эмейк кстати да электроник артс в рот выебали скофилда или как его там предзовут создатель дэдспейса но чел сори но теперь мы создатели дэдспейса ты там что-то какую-то хуйню про тюрьму сделал того же кайса ну или что там у тебя этот режим сложности новый появился спустя полгода ну красавчик нормально что там этот анимации смерти в dlc засовываешь ну красавчик и еще проще пример абсерс гос твою токио что ты на это скажешь разработчики не были зажаты этими хищниками издателями а получилось внезапно унылое говно танго геймворд выпускает хай фай раш скажешь что и тут нет души или потешного сюжета а между прочим блять этот чел реально засунул дьюсси юбкин и плеть анимации смерти издатель беседка вообще жить вакууме достаточно удобно затем появился рынок мобильных игр и как только они увидели что люди готовы покупать почти все будучи обманутыми игровой механикой они начали откатываться назад забавный пример до момент в истории есть такой но по сути это было в рамках всего пары лет когда продажи просели что было главным показателем для издателей которые начали думать над улучшением и качество мобильных проектов рынок развивается и очень странно что этого незаметно для нашего друга блогера даже мобильный гейминг вырос за последние года просто в космических масштабах в том числе и в качестве есть в какой-то степени разделял точку зрения создателя этого видео но когда он начал показывать геншин импакт и говорить об улучшении качества мобильных игр не чел не все ты меня потерял не мне не чел все дизлайк сейчас такую херню скажу но тот же геншин это неплохо показывает черт побои да даже в танки на мобиле люди играют и кайфуют потому что разработчики постарались над проектами вообще жить вакууме достаточно удобно да я понимаю что автор опять таки имеет в виду проекты юбисоф повторюсь легко пинать лежачего который сам просит чтобы его пнули знаете я много пиздел на нитендо в свое время действительно вот я хейтер нинтендо во многому был действительно вот ну признаюсь гай Blizzard делает божью работу потому что если бы не было портативный нинтендо свитч я единственный портативный гейминг был бы нас сейчас на телефонах нинтендо какими бы они жадными хуй сосами не было не были не были они делают божью работу людям есть во что поиграть в автобусе или там в самолете то что если бы весь портативный гейми был только к мобильными играми Это был бы такой пиздец Надо... Реально я благодарен Я благодарен Nintendo Еще больше Gabe Newell за Steam Deck благодарен Потому что если бы единственной возможности Для портативного гейминга Ну такого более мейнстримного Были телефоны Все было бы в полном говне Например, игровое подразделение Microsoft Которые уже давно поняли, что все, что им нужно сделать Это купить новую интервью Не, ну Steam Deck не такой широко доступный Как Nintendo Switch, опять же И Nintendo Switch дешевле намного Вот, Steam Deck это больше Для таких, как я, охуенных людей А Nintendo Switch для всех Иногда, конечно, ради этого нужно будет Сильно унижаться и буквально взрываться во вранье Чтобы через какое-то время даже твоя фан-база Начала подозревать неладные вещи И отстаньте уже от Майка И у Спенсера Кстати, как тебе новость? Что гайдзины делают? Что-то вроде Ил-2 Штурмовик эксклюзивно для PSVR 2 Ну, блядь, делают и делают Кому не похуй на Ил-2 Штурмовик Ну, мне не похуй, допустим, окей? Но Я на PSP играл в Ил-2 Штурмовик Это была единственная игра в МВиде на PSP Этот диск на меня постоянно смотрел Они постоянно Ил-2 Штурмовик для PSP снижали цену По-моему, я в конце концов взял его за 200 рублей Они мне чуть ли не спасибо сказали Потому что они заебались, что он у них на полке стоит О, величие Очнись, мальчик После того, как Кстати, игра говно Как было распущено и отправлено на вольные хлеба множество внутренних студий Товарищем Доном Мэтриком Во время Xbox One Да можно даже сказать, что игровое подразделение Майков просто выживало последние года И да, покупая студия И что в этом плохого? Опять же, мы увидели, что игры делаются Да, в 22 году было много обещаний И также вышедший посредственный Halo Infinity И то, по большей части, посредственность обновлений губит франшизу Но это одна игра А как же Forza V? Sea of Thieves? Ну и Grounded? Неплохой же выживач Вообще жить в вакууме достаточно удобно Кстати, да, Microsoft доказывает то, что они дают свободу разработчикам И стараются разные жанры делать, да То есть, стараются разнообразить как-то игровой лендскейп Ту же подписку Xbox Game Pass И это довольно круто, потому что они выпускают разнообразные проекты Тот же Hi-Fi Rush Смотря на Hi-Fi Rush Вы можете сказать, что типа, вот там Microsoft плохой ААА издать Блядь, Hi-Fi Rush-то охуенно Потому что издатель Ролик по Halo, я думаю, на выходных выйдет Я хочу сейчас по The Final The Finals сделать видео И потом будет по Halo Я просто новый сезон пока что тыкаю палкой Смотрю, что там как Кстати, у меня есть есть Steam Deck 512 Я охуенный Марковник, да ты и без него охуенный, признаем честно Хотя на аниме-стримах ты меня подвел, уёбок Да, кстати, в Halo добавили русскую озвучку, если чё То есть с новым обновлением добавили русскую озвучку И для мультиплеера, и для сюжетной кампании Пиздец, я не знаю, это так странно То есть я захожу в Halo, и там всё на, ну, русская озвучка Это было, это было на самом деле довольно странно Я, если честно, не ожидал И снова всё звучит крайне забавно Ближе всех подошла ко дну Ubisoft Это всего лишь один издатель Который сам себя закапывает Кстати, да, вот это вот Ubisoft То, что типа вот, Ubisoft, AAA умирает Смотрите на Ubisoft Да блять, чел, на Ubisoft, ну, типа Ну, ну В толерантности и внутренних распеях Blizzard в расчёт не беру Всё же сам надеюсь, что покупка Microsoft состоится Решение Не покупайте их продукцию, позвольте им рухнуть быстрее Всё очень просто Не, ну, касательно Halo Infinite В конечном итоге они довели игру до состояния В котором она должна была выйти То есть в ней мультиплеер Добавили несколько новых карт Добавили новое оружие, да Там, типа, привели в какое-то более-менее нормальное состояние Свой лайф-сервис Добавили кузницу, в которой много интересных новых режимов Которые делают сами игроки Добавили кооператив Добавили русскую озвучку Игра намного более стабильная Но поздновато Поздновато Так у меня тоже есть доступ, чел Я просто разработчикам написал Мне прислали три ключа Мы вчера на Твиче играли с Игорем Линком в Булжатим Мне, в принципе, понравилось Я сделаю видос, наверное, завтра Тогда поднимутся новые компании И конкуренция снова станет предвестником Да, кооператив есть в Halo Infinite По поводу не покупать их продукцию Наверное, это самое тупорогое мнение, которое только есть Вообще, жить в вакууме достаточно удобно Не покупайте плохие игры Вот так правильнее CD Red сделала много ошибок И сказала много неправильных слов И также превратилась в больших корпоратов Ничем не лучше тех же Юбисофт В своей структуре Но язык не повернется сказать Не покупайте Киберпанк Или же Ведьмак Вообще, жить в вакууме достаточно удобно А после стагнации AAA индустрии Инди-разработка резко взросла Настолько, что теперь AAA индустрия Не может напрямую конкурировать с ними И терять много позиций Забавно это слышать Когда в целой массе инди-поделок Мы видим меньший процент Привет Но Геншин куда базирован? Чем твоя Калав Дюшина? Я твою мать ебал Бля, кстати, насчет инди-игр С инди-играми вообще Интересная тема Мне постоянно там говорят Слушай, попробуй вот эту вот Уникальную инди-игру Карточную, короче Там Она отличается от всех Остальных тысяч Карточных инди-игр Она такая Пиздатая Ты обязательно попробуй Реально Типа, я не знаю Мне кажется, жизни не хватит На все эти инди Действительно Стоящих проектов Чтобы в них играли Просто опять же Вследствие того, что 22-й год был слабым На крупные релизы инди И смогли очень круто выступить Тут никто не спорит И опять же Действительно Хорошие инди-студии Идут и ищут издателя Который помогает Выпустить их игру Вообще жить в вакууме Достаточно удобно Трипал-А игры Помню, как после выхода Бесконечного лета Каждая пидовка На вписоне Показала хуй И рассказывала Как она хочет сделать Свою великолепную Визуальную новеллу Не у меня, конечно же Я же не натурал Какой-то позорный Блядь Шутка в наши дни Недоделанная С попыткой выдавить из игроков Дополнительную прибыль Да и вообще Полный мусор Последняя часть Call of Duty Halo Infinite Которую майки Обещали поддерживать Спасибо за просмотр Спасибо за просмотр Это очень много для меня значит Спасибо большое Как говорил Артур Морган This means a lot to me Удобно, конечно, говорить о проектах Которые были изначально обречены на провал А как же Поктейл Кстати, Battlefield в 2042 Сейчас доделали до охуенного состояния Там куча новых карт Вернули классовую систему Игра намного более стабильная Пиздатая Онлайн потихоньку возвращается Все, в принципе, как и предвещали Самые умные люди Battlefield 2042 Да, да, я согласен Спасибо, спасибо большое Спасибо за классные стримы Это очень мило Это очень мило с твоей стороны Спасибо Как же God of War Horizon Bayonetta Плохие игры выходили всегда Еще только когда вообще появилось понятие игр И брать отдельно Ну потому что, блядь, ну Окей Короче, это Сознание определяет реальность Восприятие определяет реальность Окей? То есть Каждый раз, когда человек говорит про то, что и ААА индустрия в полном говне На самом деле это не так Просто это ютубовская хуета Типа, ютуберы, они понимают то, что, ну, негатив, он лучше заходит Да, типа Индустрия умирает Да, блядь, она умирает, нахуй Блядь, все никак не сдохнет Но на самом деле принято не замечать хорошие проекты Которые действительно ААА индустрия все еще нам подставляет И в которые мы играем И вроде как нам весело Но при этом мы об этом забываем Каждый раз, когда смотрим какое-нибудь видео И такие Да, действительно, Ubisoft там хуйню сделала Которую я и так не планировал играть Но, да, действительно, ААА индустрия умирает А че там, типа Bayonetta 3 пиздатое О, Elden Ring охуенный О, че там Resident Evil 4 ремейк охуенный Выходит Не-не-не, это другая Это не считается Вот там, вот там Вот там, короче, ну умирается Ну, все, все уже сдохло Вообще, игры мертвые, блядь Плохой год для всей индустрии И говорить, что все 3 пыла индустрия загнулось Немножечко странно и глупенько Ты долбай, я Это я еще умолчал о играх последних двух месяцев Таких, как Hi-Fi Rush, Hogwarts, Atomic Heart Да, все они были не без проблем Но отрицать, что это были хорошие игры Ну а раньше-то, блядь Раньше-то только идеальные игры выходили Игры раньше вообще были без сучка и задоринки Очень просто идеальные игрушки раньше были Вообще, ноль проблем было Как-то сложно Вообще, жить в вакууме достаточно удобно Прибыли, возможно, и растут Но инноваций в индустрии практически нет Я говорю так, потому что большинство разработчиков Просто перездают одну и ту же игру с обновленной графикой Да, у меня есть твиттер, я что-то пукаю там, периодически Фигай некоторыми другими элементами, чтобы набить карманы издателю А вот тут, думаю, не совсем правильная мысль Инновации есть в каждой игре Просто нет тех крышесносных моментов Когда мы первый раз увидели Half-Life 1 Или же портал Да, инноваций мало в наши дни Тут не спою Но опять же, проблема не в издателях А в людях и разработчиках Люди не хотят покупать то, что... Через 10 лет тоже самое Да, я думаю, да, реально, через 10 лет Я думаю, когда выйдет следующий Battlefield Все будут говорить Бля, вот 2042 был лучше То есть, мне кажется, что да Если бы тебе показали нынешние игры лет 10 назад Ты бы охуел, какие они пиздатые Какие они красивые и охуенные Просто, мне кажется, рынок перенасыщен Очень сильно перенасыщен То есть, мне кажется, игры уже достигли какого-то момента Когда развиваться дальше уже особо некуда И людей, в принципе, устраивает то, что есть сейчас То есть, как-то... Это мы на Ютубе там пукаем что-то Типа, о, бля, игры уже не те, вся хуйня Но люди также пойдут купят новые Call of Duty Люди также пойдут купят новые GTA Или что бы то ни было, что выйдет И будут им и наслаждаться И будут делать про них видео То есть... Это мы какие-то супер эстеты охуенные Ты пиздешная тварь Ты с моей мамой кувыркался А говоришь, что настоящий гейский гей По-любому в тихую геншу Награешь и донатишь Ну да, да, это правда Но все ваши примеры не AAA Скорее B и W игры Но все ваши примеры не A А скорее B игры Так это игра от AAA-издателей Поэтому я считаю, что они AAA У них типа бюджеты какие-то большие есть Они не знают Как пример, Metal House Singer Прикольная игра в стиле Rogue One Еще и с механикой стрельбы в движении под музыку Унизошла общей масти И сложно в этом винить издателя Хотя опять же Один-два проектора появляются раз в пару лет С новой механикой Ведь тут скорее не стагнация, а замедление скорости Ведь с каждым годом все меньше и меньше Проектов можно придумать С какой-то крышесносной механикой И чтобы все это было удобно И наконец-то мы сможем этой механикой Победить круглика На клава мыши или геймпаде Жанры практически все изучены Тут управление менять надо Или все же переходить на VR Вообще жить в вакууме достаточно удобно Не знаю какой, но я люблю смотреть интервью Разных девалоперов из разных студий И по ним часто видно Кто как рассказывает про свою игру Если у человека горят глаза И ему по кайфу говорить о своем проекте Это может значить лишь то Что ему нравится игра И он знает Для кого она И зачем она была создана Звучит прекрасно Только вопрос Каким бы забагованным деймом Не был киберпанк Разве это игра без души? Когда ты видишь шаблонный ответ От разработчика Абсолютно без эмоционального Краска всего Что говорит человек Скорее всего он просто читает С бумажки Что нужно отвечать И хочет чтобы от него Побыстрее уже отстать Сука, блядь, чел там ебашит Не знаю какую-нибудь там Анимацию пушки Для Call of Duty Там 10 ночей не спал Хуярит кофе 24 на 7 К нему подходят Блядь, говорят Интервью надо записать Он такой Бля, ну че-то делаю там Типа, ну вы отебитесь уже от меня И потом киряши в видосе Сука, эти разработчики Блядь, безэмоциональные Сука, без души делают Уеба Вот только все интервью То, что я видел Энтузиазма в глазах не было Они оставляют его там У монитора Или внутри себя То, что инди-разработчики Показывают это в интервью Это замечательно Но далеко не каждое И по уставшим глазам Определить душу разработки Это, конечно, интересная Суперспособность И шаблонность ответов Это скорее надо воспринимать Так какой круглик Не дал убить механику Нежелание спойлерить игру Нежели как-то Скрыть великие проблемы Вообще жить в вакууме Достаточно удобно Конечно, бывает индивида Опять же, вспоминаем Юбисофт И пинание трупов Проекты, сделанные с душой Часто создаются Командами разработчиков Которые всегда Синтвичей не будет И стараются передать Свои эмоции И чувства через игру Elden Ring И Takes Two Metro Exodus Red Dead Redemption 2 Breath of the Wild И многие другие игры Объясняют одно Они были сделаны С душой Ой, блядь Эти разговоры про душу Это такая душня И вот опять же Типа, а вот ты Чьи игры без души сделаны Богоуважаемый блогер Говорит про никому не нужность И шаблонность проектов Хоть чуть ранее Сам же назвал Неплохие проекты Которые очень даже интересны В игровых механиках И дизайне Вообще жить в вакууме Достаточно удобно С другой же стороны Большие студии Все чаще делают ставку На безопасные проекты С уже известными сюжетами И персонажами Которые приносят Гарантированные продажи Это делает эти игры Менее оригинальными По итогу Хочу так же высказать Игры в Типа Лай-сегменте Не особо изогибаются Так же как и не особо стагнируют Просто идут вперед И улучшают наш игровой опыт Проблемы, конечно Проблемы, конечно Есть поголовная толерантность В страхе, чтобы никого не обидеть Монетизация Которая иногда действительно портит геймплей И наш игровой опыт Ну и главная проблема игровой индустрии Юбисофт, конечно В нем еще раз Пойдем дальше А к товарищу блогеру Нет у меня никакого негатива Давно смотрю его крутой контент Просто его видео стало крайней точкой Это не нытье Это я назову туннельным зрением Ничего не вижу Конечно, надо смотреть и замечать плохое Но надо смотреть и на хорошее И не превращаться в снобов Которые ждут только концептуально новый унитаз В виде скор Да и мне кажется Подобные видео Без объективных тезисов Убивает и так горячо любимый Блогером инди рынок Сколько великих студий Закопали амбиции директоров Которые не пошли к издателю А сколько закопает новичков Которые являются твоими фанатами Подумая об... Да, я читал Стругацких Очень нравится Трудно быть богом И объясни объективно Бля, знаете, что я скажу? Короче, если ты заходишь в Call of Duty И стреляешь из снайперки И когда перезаряжаешься Там, короче, главный герой охуенно затвор чик-чикает И тебе от этого пиздата Ты не должен задумываться с душой Или не с душой сделанная игра Тебе пиздата Это охуенно играется И ты должен такой Это заебись А не вот это Ой, ну А как концептуально это отличается Да, блядь Ты нахуй ты, блядь Сейчас знаешь, как концептуально Пошел нахуй Что с индустрией не так И какие Чик-чикает охуенно, блядь Стрелялка прикольная Блядь, концептуально Иди себе Десятилетнему Объясни, что концептуально То, что ты играл, блядь Одна и та же хуйня Подводные камни есть А не неси чушь Про злого И ненасытного издателя Вообще жить в вакууме Ну вообще-то сосать хуй Это довольно концептуально Достаточно удобно А так Сегодня вам вещал By Fox Играйте в хорошие игры Читайте умные книжки Подписываемся на канал И помним Тут вам всегда Рады Вообще-то Концептуально Это, блядь Иди нахуй Вот это концепты Вот это Концептуально Максимально Так что за механика Я не понял Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok